Всем привет! Сегодня я бы хотела рассказать о нашем опыте общения с канадской медициной. Многие, наверное, уже читали, что канадская медицина это очень страшно, ну это, собственно говоря, то, чего мы начитались. Но мы не обращались долгое время, в принципе, особо так мы не болели, и когда болели, справлялись сами. Вот, но в этот раз из стадика младший принес какую-то инфекцию или вирус. Старший тоже заразился, в общем, очень высокая температура, много дней. Решила я обратиться, и все вокруг мне говорили, обратись, обратись. Вот, так как у нас еще нет своего family доктора, семейного доктора, мы никак еще не займемся этим вопросом. Вот, то нужно было обращаться в walk-in clinic. Вот, их, в принципе, достаточно много. Вот, но о них я вот как раз и читала, что люди ждут там по 5-8 часов, если это не слишком острое состояние. Вот, и, в общем, мы чуть ли не там и не дожидаются очереди. Поэтому я очень медлила с этим совсем, потому что я не хотела с детьми, у которых температура, чтобы они там 5 часов с ними ждать. Вот, потому что, действительно, когда поднималась температура высокая, то, ну, это тяжело. Ну, в общем, поехали. Посоветовала мне моя знакомая, что можно записаться в walk-in clinic по интернету. Вот, и посоветовала конкретную клинику. Она говорит, там соблюдаются эти часы записи. В итоге опыт с канадской медициной оказался очень даже положительным. Утром мы записались, буквально там через час туда поехали. Вот, по записи, ну, получается, вот мы были два раза, потом еще на следующий день. Ждали мы первый раз, наверное, минут 5, второй раз минут 10. Ну, вот, ты записываешься, туда вводишь свой номер MSP, то есть вот этой вот провинциальной страховки. Вот, провинциальная страховка покрывает общение с докторами и анализы, которые они назначают, там делают. Вот, то есть все должно было быть у нас покрыто. Вот, приезжаешь туда, в эту walk-in clinic, там стоит много компьютеров. Ты даже на, как бы, на вот стойке регистрации ни с кем не общаешься. Вот, в компьютере забиваешь опять номер свой MSP провинциальной страховки. Вот, medical service plan MSP. Вот, и, собственно, все, пишешь цель визита и ждешь. И у них в системе регистрируется автоматически, что такой-то, такой-то, ну, как бы уже пришел на свое время. Вот, кстати, если ты не приходишь на свое время, то 50 долларов берется с тебя. Вот, они как бы берут это с MSP, а MSP берет с тебя. Поэтому лучше приходить, либо заблаговременно отменять. Вот, отправили нас в такой кабинете, кабинетчики такие, я не знаю, я была только в одной этой клинике, но маленькие, очень-очень маленькие. Первый раз он был просто маленький, второй раз просто крохотный. Вот, пришел доктор, доктор не одет в белом халате, просто в обычной одежде, там, очень неформальное общение, вот, в принципе, как и во всех учреждениях, очень все такое неформально. Вот, посмотрел, померял температуру, вот, ну, у них такие вот, ну, современнее, чем, скажем, в обычной поликлинике, в которой мы лечились, там, и термометр такой вот, я не знаю, от электричества, наверное, работает, вот, ну, быстрый, и все со сменными насадочками, вот, горлышко, в общем, посмотрел, ушки, вот, послушал, сказал, что горло очень красное, похоже на инфекцию, на бактериальную, быстренько у них сразу же там взял мазки из горла, вот, и все, говорит, ждите до завтра, давайте и дальше жаропонижающие, ну, мы все это время давали жаропонижающим, вот, и, типа, завтра приходите опять на осмотр, и, если что, я вам назначу что-то, вот, и все, на следующий день мы пришли, и нам сказали, что инфекция бактериальная не подтвердилась, вот, и уже дети себя, в принципе, лучше чувствовали, и сказали, вот, продолжайтесь, продолжайтесь сбивать температуру, сначала парацетамолом, как бы он послабее, ну, я говорю, действующее вещество, там, можно говорить, какие-то бренды, вот, дальше ибупрофеном, вот, все. Обычно, когда я выходила из нашей поликлиники, я шла в аптеку, и мы еще покупали на немалую сумму лекарств, но в последнее время я так уже не делала, потому что была опытнее и начитаннее, но раньше, да, вот, назначаются всякие интерфероны, назначаются сиропчики для горла, что у нас еще назначалось обычно, какие-то, может, противовирусные, здесь нет, ничего, абсолютно, давайте жиропонижающее, ждите, если не станет лучше, типа, это просто, ну, как бы вирус, вирус длится 7-10 дней, это их слова, если за это время не проходит, там, или становится хуже, приходите еще раз, ну, типа, опять будем смотреть, может, есть бактериальная инфекция, ну, как бы появилась, присоединилась, но организм не справился с вирусом или еще что-то, ну, вот, вот так вот, собственно, вот, и по поводу назначений, получается, наш опыт единственный пока что в общении с аптеками, то есть нам еще, там, у ребенка покраснение вокруг рта было, нам назначили мазьку, мазь, сначала сказали, есть, ну, можно такую купить, это over the counter, как бы, которая в свободной продаже, и можно по рецепту, но я попросила, говорю, мы две, вот, выписали нам рецепт, приехали мы, вот, сегодня в London Drugs, ну, в любую, в принципе, аптеку это, вот, и, получается, сначала ты подходишь, там регистрируют тебя, регистрируют твою, как бы, страховку, получается, у нас две страховки, здесь уже действует на лекарство, страховка от работы, ну, либо ее можно самостоятельно оформлять, вот, у нас, так как две, то одна покрывает, или 80, или 90 процентов стоимости, а оставшуюся стоимость покрывает другая страховка, вот, сначала, значит, к одному, как бы, окошку, так сказать, подходишь, там, тебя регистрируют, говорят, там есть, нету, вот, что интересно, нам назначили 30 грамм, она говорит, у нас есть тюбик только 60 грамм, хотите, мы вам половину, типа, выдавим, я говорю, ну, хорошо, ну, в общем, потом через, вы хотите забрать сегодня, или хотите забрать завтра, ну, я такая, сегодня, ну, тогда ждите 20 минут, это уже, как бы, был минус, вот, ну, потому что сначала, пока еще там дождалась, в своей очереди, вот, потом еще нужно подождать, где-то там погулять, ну, либо же приходить на следующий день, ну, скажем так, не очень удобно, вот, ну, погуляли мы по торговому центру, вот, пришли, забрали, перевели нам эту мазь в тюбик, в такой, подписали там имя, фамилию наше, все, вот, удовольствие это стоило бы нам 82 с чем-то доллара, вот, и мы очень порадовались, что нам страховка от работодателя покрывает это дело, вот, так вот, так что, пока мы заплатили ноль за нашу болячку, то есть бесплатно было посещение врача, бесплатный анализ и, ну, за другую болячку, считаю, бесплатно нам дали эту мазь, ну, вот, вот, такой опыт, не все так страшно, не во всех клиниках так, я слышала, вот, от сотрудника, что они там 2 часа где-то с детьми ждали, ну, возможно, где-то ждут, да, и по 5 часов, вот, еще есть сайты, там, где написано, в какой клинике в данный момент, какой период ожидания, можно еще на это ориентироваться, но с интернет-записью мне это очень понравилось, потому что время, ну, и время, и ожидание в наполненном вирусе, вирусами Холли, это не очень, сами понимаете. Все, это все, что я могу на данный момент рассказать по канадской медицине. Всем спасибо, пока-пока!